Всем привет! В этом ролике я подробно покажу процесс складки колпаковой печи ОИК-14. Эта печь имеет размер 500 на 500 и высоту 2100 мм. Печь не имеет футеровки топливника и сделана целиком из красного полнотелого кирпича марки М150. Подходит для отопления помещений с площадью до 20 метров и имеет теплоемкость примерно 2 кВт в час. Вот так выглядит порядовка этой печи. Я ее взял на сайте ykuznecovo.ru. Ссылку на этот сайт я оставлю под роликом. Эта печь первая, которую я построил для проведения измерений и сравнения с печами других конструкций. После проведения полных испытаний этой печи я построю еще две печи с таким же размером в конструкции Михаила Колеватова. После этого я немного изменю строение этой печи, чтобы уменьшить температуру дыма в трубе. В прокладку всех этих печей я выложу такие же ролики и после этого сделаю ролик со сравнением характеристик всех этих печей. В дальнейшем я по мере моих возможностей сделаю ролики с кладкой и сравнением печей большего размера. Если для вас интересно сравнение каких-то других печей или каминов, напишите об этом в комментариях под этим роликом. Мне это на самом деле необходимо знать, чтобы записывать ролики про те печи, которые интересны для большинства зрителей. Для измерения характеристик печей я поставил первую термопару в топливник на высоте девятого ряда от классника, вторую в колпак на высоте восьмого ряда от хайла, третью термопару в канал дымовой трубы на три ряда ниже задвижки. Трубу для печи использовал с течением 115 мм и высотой 5 м. В ходе испытания печи и расчета формулы ГОСТа 2127-47 пришел к выводу, что оптимальный режим для такой печи составляет в топках каждые 8 часов по 4 кг дров, либо каждые 12 часов по 8 кг дров. Также в ходе испытания этой печи выявил, что высоту хайла второго колпака лучше уменьшить с трех рядов до одного. Это значительно уменьшает температуру дыма в трубе, немного улучшает нагрев колпака. Следующие печи этого размера я буду испытывать при таких же условиях. Подробный анализ расшифровки показателя тепловизора и расчета формул я покажу в отдельном ролике, который выйдет на моем канале 19 января. Для тех, кому это не очень интересно, может самостоятельно сделать выводы по этим снимкам тепловизора. Здесь первые снимки сделаны при протопке холодной печи 4 кг дров и высоте хайла колпака 70 мм. Следующее фото при протопке холодной печи 8 кг дров и высотой хайла 210 мм. Накладку этой печи я потратил в 7000 рублей. Вот полная смета материала с ценами на январь 2020 года. При этом, если заменить топочную дверцу на более дешевую ДТ-3 производства Болезинского завода, смета уменьшится до 5000 рублей. Это самая бюджетная кирпичная печь, которую я когда-нибудь делал. По времени такую печь можно сделать за 2-3 дня, даже для человека, который в первый раз кладет печь. Начнем подробное описание кладки этой печи. Сейчас на экране вы видите кладку первого ряда. Нижние два ряда я делал для проверки эффективности подъема печи этого размера на шансы. Результат показал, что частично нагрев через них идет, но за счет малой площади основания эффективность шансов незначительна и не стоит на них тратить дополнительно два ряда кладки. Второй ряд кладки. На нем мы формируем основание взорной камеры шириной 145 мм. В подвале дверцы я использовал ДП-1 производства Борезинского завода, так как ей можно регулировать подачу воздуха путем ее частичного открытия, в отличие, например, от дверок Юзуи 237, у которых есть только два положения полностью закрыта и полностью открыта. В третьем ряду кладки продолжаем формировать зольную камеру. Кладку этой печи так же, как и всех остальных отопительных, я отделал на глине на песчаном растворе. О том, как его сделать самостоятельно, у меня на канале есть подробное видео. Поэтому не нужно писать в комментариях, почему я сделал печку без раствора. Лучше напишите, как можно улучшить ролики и какая печь вам более интересна. Четвертый ряд кладки. На нем мы перекрываем нишу поддувальной дверцей. Если вы решите делать такую печь под расшивку, то старайтесь толщину горизонтальных швов делать 5-7 мм, вертикальных 3-5 мм. Для этого вам придется подпиливать по два кирпича на каждом ряду. Я рекомендую такие простые печи без футировки делать подштукатурку с использованием сетки, тогда толщина швов и качество самой кладки будут иметь меньшее значение. О том, как правильно штукатурить подобные печи я покажу в отдельном ролике ближайшие 2-3 месяца. В пятом ряду я сделал подпилы передних двух кирпичей. Так как стандартная высота топочных дверок ДТ-3 составляет 210 мм. Высота трех рядов кладки с учетом толщины горизонтального шва 5 мм и толщиной кирпича 65 мм составляет те же 210 мм. Без подпилки кирпича не остается места для свободного расширения чугуна дверцы. Напомню, что для расширения по четырем сторонам дверцы должен быть зазор 5-7 мм. Если у вас горизонтальная шва будет больше 80 мм, то такого подпила делать не придется, но с такими толстыми швами ресурс печи будет меньше. Также на этом ряду нужно сделать нишу для колосника ДТ-3 с таким расчетом, чтобы он мог свободно расширяться по 5-10 мм во всех направлениях. На шестом ряду я прокладывал оцинкованную сетку с целью выяснить ее эффективность в одноконтурных печах. Но в контурных печах, особенно в банных печках, она немного ускоряет нагрев внешнего контура и позволяет сделать более равномерным нагрев кирпича со стороны футеровки и со стороны парной. В итоге замеры в ходе испытания этой печи не показали серьезной прибавки скорости нагрева тех рядов, где была проложена эта сетка. При этом использование сетки сильно усложнило работу покладки этих рядов. Отсюда я сделал обобщенный вывод, что для одноконтурных печей такое использование сетки не имеет смысла. В восьмом ряду продолжаем формировать топливник. У таких маленьких печей топливник такой же маленький, всего 250 на 250 миллиметров. И при такой высоте топливных дверц в 3 ряда, за раз у меня входило 4 килограмма дров в вертикальном положении. При этом длина поления была 40 сантиметров. Если поставить более высокую дверцу, то за раз можно будет подкладывать до 5 килограмм дров. В девятом ряду кладки я отрезал два кирпича, чтобы сделать нишу, в которую поставил перемычку на 12 шпильке. В оригинальной порядовке Игоря Кузнецова перекрытие сделано из двух огнеупорных кирпичей. Такой вариант намного проще, но если печь не штукатурить через металлическую сетку, эти два кирпича достаточно быстро расшатаются и потребуют ремонта. В общем, я даже в таких простых печах рекомендую все делать с запасом прочности. А перемычки на шпильках являются самым надежным вариантом перекрытия топливника. После кладки десятого ряда я установил перемычку из пяти кирпичей на шпильке. Монтируется она на глиняно-песчаную смесь с вертикальными швами 3-5 мм. Гайки шайбами я прикрываю теплоизолятором, например, калиновая вата или суперсил, чтобы не было соприкосновения металла до раствора вертикального шва. Примерно вот так я сверлю кирпичи для такой перемычки и обязательно с двух сторон навстречу друг другу, чтобы бур перфоратора не убивал большие куски с обратной стороны кирпича. При этом кирпич на такие перемычки нужно тщательно подбирать без трещины сбоев. Десятый откладки сделан, еще раз проверяем насколько точно мы попали в размер дверцы. Я в этой печи стоял дверцу DT3S, у него достаточно широкие четверти, примерно 15 мм. перед кладкой 11 ряда для надежности можно проформировать ленты десятый ряд, чтобы зафиксировать опорные кирпичи по бокам перемычки. Вообще надо иметь ввиду, что для кладки топливника необходимо выбирать самый крепкий кирпич из поддона без трещин и сколов. Второй сорт можно использовать во втором ярусе печи, самый плохой бракованный кирпич на первые три ряда лицо кирпичи. С 11 ряда до 16 идет стандартное очередование рядов, как в печной трубе шестерик, без всяких особенностей. Если вы все еще не подписаны на этот канал или у вас не активирован колокольчик, сейчас самое время это сделать. Начиная с этого года я планирую плотно заниматься каналом и выпускать по 2-3 ролика в месяц. Если вы начинающий печник или ученик ПТУ, или просто планируете построить кирпичную печь себе или соседям, мой канал даст вам надежной информации, больше любой книжки про кладку печей. При этом вам не придется перепроверять, насколько моя информация достоверна, так как к каждому ролику с кладкой печей я буду прикладывать подробные видео многочасовых испытаний, чтобы вы сами могли сделать выводы, насколько вам такая печь подойдет. Эта печь не имеет футеровки топливника, поэтому основная задача печника сделать печь с максимально долгим сроком службы. Задача заказчика правильно просушить печь и топить ее согласно СНИПу и инструкции стопника. Для этой печи это топка каждые 12 часов по 8 кг дров или каждые 8 часов по 4 кг дров. Ставить печь малой мощности для отопления помещения с большими теплоптериями нельзя. Даже если заказчик будет говорить, что это лишь дополнительный источник тепла и печь будет отапливать не все помещение. Рано или поздно печник попадет на столевар, который будет топить печь с многократным превышением норм и доведет его до такого состояния, когда ремонт печи будет сложнее полной замены. Для этой печи, как уже сказал в начале ролика, подходит помещение со средним утеплением площадью до 20 метров. Также большое влияние на срок службы таких одноконтурных печей имеет выбор кирпича. Основное требование к нему это невысокая марка от М100 до М150 без большого количества гречен и сбоев, не сильно переженные, с более-менее приличной геометрией, позволяющей делать горизонтальные швы не более 8 мм. В последние три года я очень много работал в командировках по всей России, везде были местные производители кирпича с более-менее одинаковыми характеристиками и ценами. В Ужевске я эту печь делал из Чайковского кирпича марки М150 по 9 рублей за штуку. По качеству за последние три года он стал немного хуже, во всяком случае если сравнивать с М125 отборным, который раньше продавали на этом заводе. По цене остался таким же. Часто меня спрашивают, можно ли такие печи делать целиком из огнеупорного, или силикатного, или пустотелого, или еще какого-нибудь другого неполнотелого керамического кирпича. Ответ – нет, нельзя. Причин для этого очень много, в этом ролике я про них рассказывать не буду. сейчас на экране вы видите вкладку семнадцатого ряда печи. В нем я перекрываю топливник и формирую ХЛО для выхода дымовых газов из топки в колпак. Размер у него примерно 250 на 70 миллиметров. для надежности перекрытия можно между семнадцатым и семнадцатым рядом проложить замкованную сетку. В случае, если в семнадцатом ряду попадет бракованный кирпич и со временем разрушится. Сетка сможет удержать восемнадцатый ряд достаточно долго. Кладку девятнадцатого ряда я не стал обрезать и вставил ее целиком. Чтобы подписчики канала могли видеть насколько дольше получился бы ролик, если бы я выкладывал вкладку всех рядов без монтажа видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Вот так выглядит девятнадцатый ряд этой печи. В нем мы сформировали нишу для прочистной дверцы шириной 145 миллиметров и отсечку нашего клопака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас смонтируя это видео, увидел в комментариях под роликом в складке печи 3,5х3,5 кирпича, человека сильно возмутило, что у меня печь стоит без гидроизоляции. И что я, мягко говоря, не дару до звания печника. Отвечу ему в этом ролике, что простые печи для проведения испытаний я кладу у себя в доме на втором этаже. И после всех измерений разбираю. А чтобы делать выводы о моей квалификации печника, бесполезно смотреть мои ролики. Я в них никогда не показываю сложных печей. Но под роликом у меня есть ссылка на фотогалерею моих печей. В том числе и те, за которые в 2018 и 2019 году получал главный приз по 35 тысяч рублей в печеных конкурсах Удмуртской Республики. В двадцать первом ряду перекрываем нишу прочесной дверцей. Здесь я поставил дверцу YZUI 237. Никогда не понимал, почему все российские заводы дверцы прочесные делают правильного размера, кратного 65 мм, что позволяет делать кладку горизонтальным швом 5-8 мм. И все топочные дверцы, кратные 70 мм, под которые приходится подпиливать кирпич. В двадцать втором ряду я, согласно порядовке Игоря Викторовича Кузнецова, перекрыл хайлок ЛПК на высоте 21 см. В других двухколпаковых и противоточных печах я всегда делал высоту точно так же 210 мм в подвертке. И при уменьшении ее до двух рядов замечал недостаток тяги. Во всяком случае, в симметричных противоточных именно печах. Но в случае этой печи я при первых испытаниях понял. Тяга от трубы даже минимально возможного течения в 115 мм. Даже с почти полночью закрытым подувалом перебивает принцип работы и свободного движения газа. Тяга от трубы. Тогда я с помощью куска нержавейки, гвоздя и бура по кирпичу уменьшил высоту подвертки примерно до 80 мм. И продолжил испытывать печь. Вот показатели температуры в трубе и в колпаке при высоте подвертки 80 мм. Они показывают достаточно высокий КПД и не сильную пожарную опасность в районе проходки трубы. Вот такой результат показывают термопары при высоте подвертки 210 мм. Для меня вывод вполне очевиден. Для таких маленьких одноклопаковых печей высота подвертки высотой 70 мм намного эффективнее и никак не влияет на ухудшение тяги в печи. Но при этом обязательно наличие прочистной дверцы. Так как маленькая подвертка со временем может потребовать чистки основания колпака. По этой причине, если вы решите класть эту печь, я рекомендую перекрыть хеллоу колпака на двадцатом ряду, чтобы размер подвертки составил 70 на 140 мм. С 23 до 28 ряда идет простая кладка колпака. Если у вас высота от пола до потолка достаточно большая, я рекомендую высоту печи увеличить за счет высоты этого колпака. Ограничений по его высоте нет. Чем он будет выше, тем больше теплоемкости КПД печи у вас получится. Меня часто в комментариях спрашивают, за какую цену я сделал укладку этой печи. Отвечу в этом ролике, что я не кладу за деньги печи, испытания работы которых я показывал в своих роликах. Это простые печи, которые может построить кто угодно с полным отсутствием навыков и инструмента. Такие ролики никак не влияют на конкуренцию и востребованность профессиональных печеньков. Заказчик, который готов доверить строительству серьезной печи непрофессионалу, где смета на одни только материалы составляет от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, никакого интереса для хороших специалистов не представляет. Так как такой заказчик всегда будет искать более дешевую цену, за которую профессионал работать не станет. В левом нижнем углу я вставил фото печей, которые я делал за деньги, по договору подряды, письменной гарантией. Цена на такие работы сильно зависит от условий работы, региона, сезонной загрузки и многого другого. Поэтому, кого интересует кладка подобных печей, звоните мне по этому номеру телефона. Хочу также попросить зрителей канала не звонить мне на телефон с вопросами, какую печку я рекомендуем сделать. Для всех вопросов есть комментарии под роликами. Отвечаю и консультирую я только в комментариях на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 миллиметров по трубе четверик. Как я уже говорил, если высота помещения позволяет сделать печь более высокой, этот ряд можно поднять намного выше без ухудшения тяги в печи. Между двадцать девятым и тридцатым рядом я установил задвижку ЗВ1. Здесь я поставил болезинскую задвижку, она немного дешевле, но удобнее поставить задвижку Рубцовского завода, так как у нее более длинная рукоятка и ей удобнее пользоваться. На тридцатом ряду делаем второй ряд перекрыши с подпиливанием пазов под нашу задвижку. Если вам необходимо перенести канал трубы или топку в другую сторону, вы можете отзеркалить все ряды печи относительно горизонтальных осей. Вот так выглядит паз под задвижку. Дальше вы можете сделать кирпичную трубу четверик сечением 120 на 120 мм, либо поставить трубу из нержавейки сечением от 115 до 130 мм. Как это сделал я? При этом имейте ввиду, что одноконтурная труба зимой между топками будет конденсировать. Поэтому наиболее правильным решением будет вкладка кирпичной трубы с внутренним гилизованием одноконтурной трубы из нержавейки, либо использование сэндвича дымохода. При этом обязательно делать распуску на кирпичной трубе при первой проходке деревянного потолка, либо монтаж противопожарного узла проходки для сэндвича с соблюдением правил пожарной безопасности. Вот такое количество обрезков у меня вышло при кладке этой печи. При строительстве серьезных двухконтурных печей их бывает в десятки раз больше. Поскольку печь эту я делал только для измерения ее характеристик, дверцы я монтировал на обычные саморезы 5х35 мм с помощью бора по кирпичу диаметром 4 мм. Если вы решите строить печь надолго, тогда посмотрите на моем канале вот этот ролик. В нем я подробно показал как правильно монтирую топочные дверцы. Если вам понравился этот ролик поставьте лайк под этим видео и напишите в комментариях какие еще ролики мне стоит записывать. Также проверьте подписаны ли вы на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Спасибо всем за просмотр этого ролика, дальше все будет интереснее.